Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа События недели. В минувшие праздничные дни Карачаево-Черкесию посетила делегация Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гоглоевым. На встрече с Рашидом Тимрезовым было отмечено, что в Южной Осетии, которая в этом году отмечает 15-летие признания России независимости республики, Карачаево-Черкесию считают братским регионом. «Исторические, культурные и экономические связи между нашими республиками – основа нашего постоянного взаимодействия», – сказал Рашид Тимрезов. Он поблагодарил президента Южной Осетии за визит и укрепление взаимоотношений между двумя братскими народами. Затем в сопровождении председателя Народного собрания Александра Иванова Южно-Осетинская делегация приняла участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Святого Георгия Победоносца в селе Кастахи-Тагурово. Члены делегации возложили цветы к памятнику воинам-относельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, и обелиску погибшим детям Беслана. А также к вечному огню у музея «Защитникам перевала в Кавказе», где ознакомились с его экспозициями. Алан Гоглоев поздравил жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы и отметил, что экспонаты, представленные в музее «Защитникам перевала в Кавказе», наглядно свидетельствуют о великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. В Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза вместе с министром строительства и ЖКХ Республики Ренатом Семеновым встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ириком Файзулиным. Обсудили текущую ситуацию и планы по развитию этой отрасли. Прошли год-год столетия Карачаева-Черкесии была знаменована большим количеством сданных в эксплуатацию объектов образования, культуры, спорта, благоустройства дорожной и коммунальной инфраструктуры. Начат большой объем работ по строительству систем водоснабжения в различных населенных пунктах. Республика в этом году темпов не снижает, отметил глава Рашид Тимрезов. В рамках реализации национальных и федеральных проектов, а также госпрограмм России в регионе ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству 213 объектов. Министр позитивно оценил темпы ввода многоквартирного жилья, по которым регион находится в пятерке передовых в стране. Также федеральный министр поддержал планы по дальнейшему развитию строительной отрасли республики. На этой неделе страна отметила 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Карачаево-Черкесии наиболее массовые мероприятия прошли в региональной столице. Артур Мхце продолжит. Вечный огонь на Аллее Славов-Черкесске традиционно стал отправной точкой торжественных мероприятий в честь Великого праздника. Спустя 78 лет со дня победы в Великой Отечественной войне отдать дань памяти погибшим в боях за родину бойцам пришли к мемориалу представители руководства республики, политических, общественных и ветеранских организаций. В течение всего дня по городу можно было увидеть людей, желавших поделиться с окружающими своими эмоциями от значимого события. Мой папа тоже является ветераном войны. Когда ему было 19 лет, он ушел на войну. Ушел, воевал, был ранен, был госпитализирован, долго лежал в госпитале, вернулся, командовал ротой, вернулся живым. Меня этот праздник вдохновляет на то, что все мои дяди воевали, сделали эту нашу победу для того, чтобы мы достойно несли его. Дедушка Айбазов Магомед Геннадукаевич принимал непосредственно участие и погиб на фронте в 42-м году. Пропал без вести. Скажу честно, бытует мнение, что не надо отмечать этот праздник, зачем это все нужно и для кого. А кто, если не мы? Кто, если не мы, будут передавать эту память людей, которые сражались за нашу родину? Митинг на центральной площади Черкеска, посвященный одновременно героической и трагической главе в истории Отечества, открыл руководитель республики Рашид Темрезов, который отметил, насколько ценным был вклад каждого человека в общую победу и почему необходимо сохранить память о подвигах предков. Уважаемые земляки, наша общая задача, задача каждого гражданина России хранить память о великом историческом пути нашей Родины, о всех пройденных трудностях, всех победах и достижениях, что очень важно для будущего нашего государства, для будущего последующих поколений. Спасибо вам, уважаемые ветераны, дорогие наши старшие. Мы гордимся вами и с достоинством следуем вашему примеру. В этот день перед участниками торжественного мероприятия также выступили те, кто отстаивает интересы Отечества в настоящее время или планирует это делать в будущем. После чего по площади прошествовали парадные расчеты военных, образовательных и патриотических коллективов, служб экстренного реагирования и казаков. Мой дедушка является участником Великой Отечественной войны. Мы очень чтим этот праздник и помним, детям пытаемся передавать, чтобы дети не забывали, какой ценой мы сегодня живем под мирным небом, какой ценой мы заслужили это великое счастье. Великий праздник. Вот сегодня вся страна чествует победителей, и это должно передаваться из поколения в поколение. Берегите мир, берегите прелесть жизни, соединяйтесь с дружбой, человек с человеком, невзирая ни на что. Жизнь дорога, родина еще дороже. Желаю молодым людям благополучия, счастья, чистого, прекрасного неба. В День Победы в разных микрорайонах Черкеска можно было услышать мелодии фронтовых лет и знаменитые песни, навеянные великим прошлым нашей страны. Так пришедшие в амфитеатр парка «Зеленый остров» люди с удовольствием подпевали артистам. А во время одной из композиций весь зал встал, отдавая дань уважения как исполнителю, так и героям, которым посвящена песня. В поселке Рожка у Рубского района День Победы отметили с исторической реконструкцией боев за населенный пункт. В праздновании приняли участие жители, гости и туристы из самых разных уголков России. О том, как легендарный автомобиль Победа встречали в горах, расскажет Фатима Даурова. Эта победа была выпущена в 1945-м. Культовая машина Советского Союза сегодня празднует свою 78-ю годовщину вместе с потомками тех, кто выковал главную победу страны в наковальне той страшной войны. Торжественным шествием к обелиску павшим солдатам началось празднование Дня Победы. Здесь люди из разных уголков страны. Это местные жители, туристы, которые семьями каждый год специально приезжают сюда на турбазу «Комбат», на базе которого вот уже много лет и организовывают такое масштабное празднование Дня Победы. Это самый святой праздник. Вот мы чтим наши виды тут все. Мы каждый год здесь отмечаем, реконструкцию делаем. Поэтому это святое. И в этом месте конкретно проходил бой. Батарея лейтенанта Дударь держала фашистов, не давала им пройти. И только когда фашисты подтянули бронетехнику, авиацию, а у наших бойцов закончились снаряды, они сняли замки с пушек, а пушки столкнули в лобу. В честь этого события мы собираемся каждый год на 9 мая. Выступающие говорили о героической обороне главного Кавказского хребта в годы Великой Отечественной войны, когда шли ожесточенные боевые столкновения с элитными горными отрядами вермахта. Отсюда, с приискового поселка Рашкао, красноармейцы начали свой долгий и трудный путь в направлении Санчарского перевала. Песни военных лет знакомым напевом оглашали долину Великой Отечественной реки Лаба. Казалось, ее быстрое течение гармонично аккомпанировало поющим, когда над вековыми хребтами устремились ввысь белоснежные голуби – символы мира и надежды. Любители военной истории, поставившие своей целью историческое воссоздание эпизодов сражений, представили зрителям реконструкцию боев за поселок Рашкао. Это момент, раскрывающий события с плененым бойцами вермахта партизаном и его освобождением товарищами-однополчанами. Я прочувствовала то, что ощущали наши деды и бабушки в тот момент, когда им было безумно страшно находиться в тех же условиях, в которых находились наши бойцы. И я, в частности, меня трясло, когда я стояла перед этими немцами. Историческую действительность закрепляла и аутентичная техника – вооружение времен Великой Отечественной войны. Настоящие автоматы, пулеметы, охолощенное оружие. И мальчиши, и кибальчиши сразу же проявили свой настоящий мужской интерес. Бил, бил! Наша главная задача – это встреча с детьми, нашим детям и внукам донести, что мы великая страна, что нас никто не побеждал. И поэтому наши дети должны повторить тот подвиг, который повторили наши отцы 78 лет назад. Тем временем на привале звонко гремела посуда на военно-полевой кухне. На фронте она была душой любого подразделения. Ведь народная мудрость гласит – на пустой желудок много не навоюешь. Солдат может быть сколь угодно храбр, обучен и вооружен, но если он голоден – он не боец. И только за трапезой можно было немного расслабиться и отдохнуть от ужасов войны. Чтобы накормить полноценным обедом роту солдат, это 250 человек требовалось всего 4 часа. Примерно столько же людей удалось накормить поварам и сегодня. А когда сыт, и песня поется лучше. Это радость со слезами на глазах. День победы! День победы! День победы! Реалистичность происходящему придавали и художественные и исторические образы, постановки с музейными экспонатами. А неподражаемый звук с виниловой пластинки передавал неповторимую атмосферу военных лет. И мило срочко от горою, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только крое из восемнадцати ребят. А в редкие минуты затишья звучала гармошка фронтовая. Эпохи образец живой, которая когда-то на переднем крае пехоту поднимала в бой. Катима Даурова, Али Бастанов, Вестик, Карачаево, Черкесия. Актив регионального отделения «Единой России», депутаты всех уровней, представители городской и районной администрации, навестили ветеранов Великой Отечественной войны, узников конца гирей, тружеников тыла. Свои поздравления с Днем Победы они адресовали жителям Ост-Чегутинского района Наталье Железняковой, Марии Хутовой и Федору Смородину. Гости передали им подарки от руководства Карачаева-Черкесии, района, регионального отделения партии «Единая Россия», а также именные письма, которые написали героям школьники. В этот радостный день для ветеранов прозвучали военные песни в исполнении известных артистов республики. Ветерана Великой Отечественной войны Хамита Канаматова трогательно поздравили с Днем Победы. Возле его дома состоялся праздничный мини-концерт. Как это было, расскажет Дарья Тендит. Парад у Дома ветеранов – всероссийская патриотическая акция, которая проводится для каждого ветерана войны. Учащийся Центра образования номер 11 «Черкеска» торжественно поздравили Хамита Канаматова с Днем Победы. Они подготовили трогательные выступления. Ребята торжественно прошлись маршем к Дому ветерана, исполнили военные песни, прочитали стихотворения и вручили памятные солдатские письма-треугольники, сделанные своими руками. Юные друзья, как я раз видеть вас в таком прекрасном форме, в таком отличном настроении. Для фронтовика 9 мая – день особенный. Хамита Булович отлично помнит победный май 45-го. Он прошел большой жизненный путь, был не просто свидетелем, но и участником многих исторических событий. За долгие годы войны Хамит Канаматов прошел множество фронтовых дорог. Калинин, Великие Луки, Смоленск, Белоруссия, Латвия. Победу встретил в Кёнинсбере. За службу он получил ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Два ордена Красной Звезды, медали за боевые заслуги. Я бы с удовольствием был среди гуще молодежи. Все-таки я за свое столетие много видел, пережил. И хорошего, и самого гадкого. Сегодня Хамит Канаматов 101 год ведет активную жизнь. Встречается со школьниками, читает новые материалы о битвах и даже хочет написать книгу. Такое поздравление станет еще одним приятным воспоминанием для ветерана. Хочется вам пожелать силы и здоровья. Вот уже вы столетия пережили. Еще вам сто лет такой же бодрости и силы. Мы вас очень любим, ценим. Дай Бог вам здоровья. Мира на всей планете Земля. За это мы боремся и будем бороться до конца. Спасибо деду за победу. Героизм, мужество и отвага – это ориентир для патриотического воспитания молодежи. Завершилась акция вручением цветов, подаркой совместным фото на память. Дарья Тендит, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. В День Победы участники СВО получили особый гуманитарный груз от жителей Карачаева-Черкесии. Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при участии правительства Карачаева-Черкесии сформировал для них большой груз – 8 тонн. Это продукты питания, питьевая вода, изделия местных производителей. Подарки к празднику получили солдаты, проходящие службу в составе 100-й отдельной разведывательной и 34-й отдельной горной мотострелковой бригад. Об этом рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Школьники Карачаева-Черкесии также внесли вклад в эту акцию. Они написали нашим солдатам теплые поздравительные письма и сделали открытки своими руками. «Нашим ребятам, которым сегодня очень непросто приходится на передовой, и думаю, что то внимание и ту заботу, которую проявляют жители нашей республики, меценаты, благотворители, организации, она всегда будет своевременной и нужной, потому что то, что мы сегодня делаем, это, конечно, тот неоценимый вклад в нашу общую большую победу». Песни Победы исполнили и в обществе слепых. Праздничную концертную программу инвалиды по зрению подготовили сами. Роль песни в годы войны была высока. Она помогала не падать духом, призывала быть стойкими, сильными, утешала и вдохновляла на боевые подвиги. «Благодаря музыке того времени мы способны ощутить на себе ту чудовищную тяжесть материнских слез и ту радость, которую испытал народ в 1945 году», сказал председатель Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. Активисты поддержали акцию «Портрет памяти». Сергей Дубовик поздравил всех участников войны с праздником, пожелал здоровья и благополучия. В завершении мероприятия минутой молчания почтили память советских солдат, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо. «Мы этот праздник всегда отмечаем вот с таким концертом, помпезно, чтобы все-таки помнили про них. Самое главное, чтобы никто не забыт был и ничто не забыто. Это наши защитники Родины. Хочу поздравить вообще всех участников войны, Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Они пережили страшные годы». Сейчас реклама, после продолжим. Мебельный салон «Слон». Широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. В Кисловодском цирке с 29 апреля цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Квартиры в Ставрополе от 65 тысяч рублей за квадратный метр в ЖК «Счастье». Развита инфраструктура. Рядом школа, детский сад. Сдача дома уже в этом году. Строительная компания «Группа А». «Счастье рядом». Телефон Ставрополе 22 55 55. Мы открылись! Клиника высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Диагностика и лечение на современном оборудовании. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. В эфире «Радио России» Карачаево-Черкесия. Радио «Россия» расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. В Черкесске состоялось заседание коллегии Министерства здравоохранения Республики под председательством руководителя ведомства Казима Шаманова. На собрании отчитались за прошлый год и наметили планы на текущие. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Основным докладчиком выступил министр здравоохранения Республики Казим Шаманов. По словам министра, успешно реализуется национальный проект здравоохранения, в рамках которого строятся новые лечебные организации, проводятся капитальные ремонты ветхих зданий, закупаются оборудование, а также лекарственные препараты. Оказательство смертности в 2020 году снизилось в сравнении с 2021 годом на 21%, но еще не достигли только пандемийного уровня. По-прежнему болезни системы кровообращения являются главными причинами смертности и закономерно имеют наибольший потенциал, потенциальный вклад в рост продолжительности жизни по 40% от общего числа умерших. Оказательство смертности от злокачественных новообразований, внешних причин достигли значения ниже 2019 года. Вместе с тем занимают вторую строчку смертности. На третьем месте это внешние причины. На коллегии говорили о своевременной и полной реализации всех запланированных мероприятий национальных проектов здравоохранения и демографии, выявляемости заболеваний на ранних стадиях, своевременном и полном обеспечении лекарственными препаратами льготной категории граждан, доукомплектования квалифицированными медицинскими кадрами системы здравоохранения республики. Важнейшим инструментом достижения национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни являются национальные проекты здравоохранения и демографии. Реализация коронавируса осуществлена практически в полном объеме. Главная цель текущего года – добиться роста продолжительности жизни населения за счет снижения смертности. В этом году будет подготовлено 6 психологов, будет создано региональное отделение фонда поддержки участников СВО. Также говоря о диспансеризации, то она должна активно инициироваться самими докторами среди населения. С 2018 года возобновлена программа «Земский доктор». За последние 5 лет привлечены, осуществляю главную деятельность, 141 врач. В 2023 году планируется привлечь 20 врачей в сельскую местность по следующим специальностям. Врач-педиатр, врач-херапевт, врач-анаселевод, реаниматолог, врач-хотоларинголог, хирург, психиатр и врач-термодобинеролог. Было подчеркнуто, что в отрасли трудятся настоящие профессионалы, благодаря которым улучшается качество медицинской помощи населению. Необходимо, чтобы каждый житель республики, независимо где он проживает, в городе или селе, чувствовал себя уверенно, что в нужное время медицинская помощь придет к нему. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Делегация Карачаева-Черкесии приняла участие в промышленном форуме, который прошел в столице Узбекистана, Ташкенте. Нашу республику представляли заместитель председателя правительства Ирина Гербекова, а также руководители сосудистого центра и онкологического диспансера Марат Тимрезов и Зубер Махов. В 2023 год главой КЧР Рашидом Тимрезовым был объявлен годом промышленности и прошедшее в Ташкенте мероприятие вызвало у делегаций из нашей республики повышенный интерес. Наметившееся сотрудничество Карачаева-Черкесии с узбекскими коллегами планируется развивать и в дальнейшем. В рамках Росатома это лучевая диагностика и лучевая вообще аппаратура. Брахиотерапия и прочее оборудование. Очень интересно было представлено компанией Метис оснащение для производства протезов нижних конечностей, что в наше время тоже достаточно актуально. Мы знаем, что Узбекистан, как регион, который производит хлопок и имеет мощную текстильную промышленность, мы ознакомились с огромным перечнем различных перевязочных материалов, которые тоже в современном мире очень нужны. Помимо этого было представлено производство медицинских расходников, что очень актуально, поскольку затруднена сейчас доставка, допустим, стендов коронарных и других расходных материалов для онкологии и для кардиологии, то в первую очередь нас заинтересовал этот вопрос. В станице Преградной проходят всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе, посвященные памяти героя России, генерал-майора авиации Канамата Баташева и 78-й годовщине Великой Победы. 350 спортсменов из 20 регионов страны принимали участие в трех видах борьбы. На открытии турнира побывал Алихан Лепшоков. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди студентов собрал лучших борцов со всех регионов страны. Схватки проходили по нескольким дисциплинам. Греко-римская, вольная борьба среди парней и девушек. От имени главы республики всех участников поприветствовал председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Сегодня мы проводим эти соревнования под эгидой нашей партии «Единая Россия». И мы никогда не должны забывать подвиг нашего великого земляка, который прославил нашу республику. И вся страна узнала, что у нас есть такой герой. Данные состязания посвящены памяти героя России Канамата Баташева. Именно на примере таких людей необходимо воспитывать нашу молодежь, отмечали собравшиеся. Это нужное дело. Наши младшие должны сдать подвиги наших старших. И, конечно же, низкий поклон фамилии Баташевых за такого уважаемого старшего сына. И хотел бы пожелать всем спортсменам, чтобы победил сильнейший, а болельщикам ярких схваток. Организаторы соревнования уверены, что масштабный турнир будет способствовать укреплению дружеских отношений между различными спортивными школами борьбы регионов России. Сегодня мы вспоминаем героя России, генерал-майор авиации Канамата Кучевича Баташева. И посвящаем его память эти спортивные соревнования. Хочу пожелать участникам соревнований красивой и честной борьбы. Пусть победят сильнейшие. В состязании принимали участие борцы-студенты из Мариупольского государственного университета имени Куинжи Донецкой Республики. Преподаватель этого вуза и судья международной категории Андрей Матиченко выразил свою благодарность организаторам соревнований. Мы очень благодарны. Мы от нашего университета привезли письма о благодарности. Еще раз верим, что город наш возродится и мы сможем достойно представлять свой край на таких престижных соревнованиях. На открытии присутствовали известные спортсмены, которые поздравили участников и наградили тех, кто помог в организации турнира. Все так четко на уровне, можно сказать, я и в разных местах побывал, на уровне проводят соревнования. Очень все круто, все хорошо, организация супер, процветание им в дальнейшем, чтобы еще больше было таких соревнований. Высокую технику и волю к победе демонстрировали участники соревнований. Эти состязания помогают приобретать необходимый профессиональный опыт, отмечают борцы. Это большой опыт для нас, очень помогает нам в борьбе в будущем, чтобы мы лучше выступали на таких всероссийских международных турнирах. Моим партнерам по команде хочу пожелать удачи, чтобы им повезло больше, чем мне, чтобы они выиграли все свои встречи. По итогам соревнований три медали завоевали борцы нашей республики. Серебро у Денислама Булурова и Ануара Чагарова. Бронзу взял Марик Шебзухов. Победители разных весовых категорий примут участие в чемпионате России. И на международном фестивале университетского спорта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Урубский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Квартиры в Ставрополе от 65 тысяч рублей за квадратный метр в ЖК «Счастье». Развитая инфраструктура. Рядом школа, детский сад. Сдача дома уже в этом году. Строительная компания «Группа А». «Счастье рядом». Телефон Ставрополе 22 55 55. Мебельный салон «Слон». Широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. В Кисловодском цирке оживают мифы Древней Греции. Арена, бескрайнее море, фонтаны, морские котики, живой вокал. Все это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. Тележурналисты-экологи. Место встречи – Ханты-Мансийск. 27-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить» объявляет о приеме заявок. Присылайте работы. Участвуйте. Торжественная церемония вручения наград пройдет в Ханты-Мансийске. Золотая Гагара. Главный приз Международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» ждет победителей. Страх – это такая вещь, которая при выполнении своего долга уходит просто на задний план. Ты всегда на выполнение здания выезжаешь с четкой холодной головой. Пошел, Деса. В процессе боя мы многого интересна. Мы научились, мы изучили полностью характер действия противника, как он действует, как он может действовать. Чаще всего противник просто не успевает открыть ответный огонь. Мой прадед. Прошел всю Великую Отечественную войну. Теперь я славный продолжатель этой традиции. Наступило мое время. И своего прадеда я не опозорю. И дойду до конца. Есть такая профессия – Родину защищать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Есть такая профессия – Родину защищать Я рад, что могу назвать себя защитником Родины Побеждает сильнейший Моя цель – служить Родине, а твоя?